Итак, друзья, я вас всех приветствую! Холодрыжество 2023 года наконец-то в игре, друзья. Тут дом содрогнулся и крыша вдавилась, какое-то чудище сверху спустилось. Камин с дымоходом летят в прах и пух, у зрителей пришел холодрыжество дух. Классическая праздничная повесть, свидетельство очевидцев холодрыжеской резни. Не знаю, что бы это ни значило, но в общем вот такой стишочек нам в Аллу подготовили. И давайте же смотреть, что нам здесь привезли. И сразу спойлер, помимо всего вот этого вот визуального интересного контента, нам завезли еще целый патч 7.35, который мы обязательно разберем в следующем ролике. А пока что пройдемся по самому ивенту, по самому событию и глянем, что тут у нас и как. Итак, здесь у нас завезли новый сундучок с сокровищами. И давайте же смотреть, что нам здесь в Аллу подготовили. Сразу же бросается в глаза, это Аркана набор на ВК. Да, и вы все правильно поняли, друзья. Валвы очередной раз слили эксклюзив батлпасса 2020 года и прошлых батлпасса в целом. То есть, если раньше мы там, это были только теории, что Валвы сливают старые предметы, когда-то они начнут их раздавать, то вот сейчас вот, пожалуйста, Аркана предмет идет в подарок вместе с вот этим вот самым набором. То есть, уже совсем не за горами, Аркана на Квапу знаменитая, Аркана на ВР-ку и все такое. Вы говорили, что я шизоид, но вот, пожалуйста, вот вам Аркана на Врейс Кинга, которую вы все давно и хотели. Оно у меня есть, конечно, но я лично не против, что ее раздают. Я наигрался с ней, пускай теперь и другие люди тоже. Поэтому я не против слива эксклюзивов, как остальные. Так что радуйтесь, кто еще не успел ее забрать, забирайте обязательно. Наверное, следующего шанса уже не будет. Но давайте начнем по порядку, что у нас здесь идет. Итак, здесь, как вы видите, идут старые сеты. Если кто не в курсе, кто-то их не видел вдруг, это все старинные сеты. Там с 13 по 20 год они все выходили. Это, по-моему, конкретно с 17 или 18 года сетики. Тоже на какое-то хладрыжство они выходили. И в целом они все в таком тематическом зимнем вайбе. Здесь ничего прям суперинтересного нету. Кстати, этот сет раньше считался очень редким. Сейчас он просто как-то первого разряда идет. Так, это тоже старые сеты. Тоже старый сет, тоже, кстати, считался раньше редким. В какой-то сокровищнице он лежал как редкая или ультраредкая награда. Вот этот, кстати, кайфовый сет на Саленсера. На Урсу тоже раньше был ультраредкий, если я не ошибаюсь. И... А, это, по-моему, с Дота Плюсом. Вот этот сет вроде бы в Дота Плюсе раздавался. Это тоже в какой-то сокровищнице. Это тоже очень недорогой сетик раньше был. И с третьего тира начинаются новиночки. То есть, если все эти сеты мы раньше где-то могли видеть в игре, то с третьего тут уже что-то интересное. Этого я не видел. Вот такой вот сетик у нас на Алхимика идет. Который представляет из себя что-то вроде плюшевого медведя. А, это типа олень у него, видите, рожки. Дальше у нас идет очень интересный сетик на Праймал Биста. Если да, мы вдруг его не узнали. Это у нас Праймал Бист, который выполнен в стиле... Я даже не знаю. Ну, это типа, наверное, Йети. Ну да, это Йети. Я просто даже не знаю, на что это может быть похоже, на что это намекает. А, ну здесь, кстати, даже есть описание. Но больше всего по словам нужно остерегаться ужасающего снежного зверя Севера. Он злой, говорила она сельчанам. Он ощутился здесь из-за одного волшебника и ненавидит холодрыжество. И у него есть два стиля, друзья. Первый стиль вот такой вот, где прослеживается оригинальная текстурка самого Праймал Биста. И вот такой вот синий. Ну, синий как-то более адекватно смотрится, конечно, на мой взгляд. Блин, прикольно. А он меняет какие-то обилки? Что ему там нет? Нет, ничего не меняет. Никаких обилок он не меняет, поэтому в игре я не вижу смысла на него смотреть. Так, прикольный сет на аппарата. Это, кстати говоря, абсолютный свежак, потому что его добавили прям совсем недавно. Я его видел в стиме воркшопа. Мы даже в паблике ВК его, по-моему, постили. Кстати, если не подписаны, обязательно подпишитесь. По ссылочке в описании мы там постим все новые сетики, которые появляются в воркшопе. И куча разных других сливов. Так, аппарат. На аппарат у нас здесь абсолютно ничего не меняется из способностей. У нас тут ничего, никаких неспособностей, ни анимаций, ничего. Но в целом, как концепция аппарата в виде снеговика, это офигенно. На мой взгляд, прям очень прикольный оригинальный стиль. И отлично вписывается в тематику новогоднюю вот этого вот всего. Поэтому мне очень нравится. Прям один, наверное, из самых прикольных, как ни странно. Так, дальше у нас идет... Это типа Айс Рог, это ледяная жабка. Типа отсылочка к Айс Рогу. Блин, прикольно на самом деле сетик. Правда, что-то непонятное произошло с текстурками вот этого дробовика. Он черно-розовым цветом отдает. Что-то с ним не так. Но прикольно, смотрите. Здесь типа снегоход. Вместо обычной вот этой сидушки, на которой бабка сидит. А вместо Мортимора вот такая вот синяя жаба. Прикольно, прикольно. Так, описание у них. А, это, кстати, уже и Морталка идет, кстати, обратите внимание. А, меняет, кстати говоря, ульту. Ну, блин, тут мы, конечно, должны попробовать это дело. Это прям по-любому надо тестить. Так, кстати говоря, в игре появились тематические вот эти всякие насмешки. Кинуть снежок, сделать снеговика. Давайте посмотрим, кстати говоря, как снеговичок выглядит наш. Вот он. Так, есть еще фейерверки. Это стандартная тема на Новый год. Выпустить пингвина. Вот это, кстати, я не помню, был он раньше или не был. Так, и, собственно говоря, ульта. Ульта здесь меняется в этом сайте. Давайте посмотрим. Смотрите. Ой, какая красота. Ой-ой-ой. Блин, очень красиво. Реально прикольно. Ну, учитывая, что это Имморталка, она должна была хоть что-то менять. И есть, при любви, ради достойное изменение. Не просто какое-то перекрасство. Тут прям новую партику завезли. Кайф. А еще можно новогоднюю шапочку надеть. Вот кринжовые улюлюканье несуществующие толпы рядом. Так, дальше у нас идет Аркварден. Аркварден, который сделан... Почему он серый весь? А, у него только башка меняется. Точно. Давайте посмотрим, как это выглядит. А что она меняет? Так, она меняет его купол. И у него есть три стиля. Так, это вот первый стиль. Это второй стиль. А это третий стиль. Отличается он цветом шарфа? Ну да, получается цвет шарфа только меняется и все. Внутри самого шарика вроде бы ничего не меняется, да. Цвет подарков остается таким же. Короче, меняется, да, только сам шарфик. Для чего это сделано? Я не знаю. Но тут есть, кстати говоря, какое-то стихотворное описание, которое, возможно, является к чему-то ссылочкой. Мы потом это обязательно все в следующих роликах разберем. Не забывайте ставить колокольчик, друзья. Конечно же, конечно же. Так, посмотрим, как купол меняется. Ой, какой прикольный. Какая прикольная идея. Вы поняли? Это ж типа... Вот это типа... Блин, как это называется? Американская штуковина, которая ты взбалтываешь, и там снежинки летают. Ну вот, короче, как вот у него на голове. У американцев там она на полках стоит. И такая прикольная, короче, тема. И ее... Блин, прикиньте, купол бы Вайда таким вот сделали. Тоже интересная идея была бы, да? Классно. Мне очень нравится, на самом деле. Давайте посмотрим, кстати, как у иллюзии выглядит этот купол. Так, вот оригинал. Так, а вот у иллюзии. У иллюзии он выглядит... Он, кстати, не меняется почему-то у иллюзии, если я не ошибаюсь. Вроде бы дефолтный. Ладно, возможно, баг. Возможно, это из-за лобби. Но, в любом случае, выглядит прикольно. Идея мне прям очень нравится красивее. Так, дальше у нас тусик. Тусик, тусик, тусик. У тусика здесь вот такая вот прикольная варежка вместо кулака появляется. У него, по-моему, уже была шмотка, которая заменяет на варежку. Но не такую прикольную здесь. Она прям огромная. Кстати, здесь тоже какие-то интересные. Ладно, будем разбирать все в будущих роликах. А пока что посмотрим, что тут нам добавили тусику. Тусик поменяли ульту, я так понимаю, да? Так, ульта. Ульта, ульта, ульта. Смотрим, как же выглядит этот ульт. Сизон. Там какая-то надпись появляется. Гуднайт. Короче, какие-то кастомные надписи появляются, которые что-то там... Какие-то пожелания, наверное. Да, и звук. Звук колокольчиков. Звук колокольчиков у нас здесь прям нормально. Так лупит по ушам. Мэри Фистмос, друзья. Мэри Фистмос. Все в фан-базе гачи. Привет. А что, все, что ли? Не, просто как-то особо визуально каких-то прям изменений нет. Ну, звук другой немножечко. Давайте, может быть, если какой-то прям супер урон выдать, то он что-то выдаст прикольное. Оп. Нет никакой анимации. Даже если ты ваншотишь врага, там, выбиваешь его, абсолютно ничего не происходит. Не знаю. Беспонтовый имморталка. Это даже не сет, а просто вот эта вот варежка. Очередная раздача личности на Паджика. И тут, получается, что меняется-то у нас вообще? У нас кастомная голова идет. И кастомное оружие. Вот этот леденец, короче. О, есть, кстати, еще арт. Ой, какой прикольный арт, кстати. Ну, загрузочный экран, типа, вы поняли. Красиво выглядит, красиво. Спорить не буду. Так, голова у нас выглядит следующим образом сама по себе. Так, а вот эта штуковина. А, вот так вот она выглядит. Это, типа, для, я так понимаю, для хэллоуинского. Если у вас хэллоуинский сет, чтобы он сочетался. Так, хук выглядит. Ой, как прикольно. А почему хук теперь... Так, это спойлер обновый, я так понимаю. Потому что такого быть не должно в доте. Вы видите, как выглядит визуальное отображение вот этого вот таргета хука? Не, ну хук красивый. Он на гирлянде. Красиво. Не, ладно. Балдежно, балдежно. Ничего, даже плохого говорить не буду. Кайфово выглядит. Так, а дальше у нас идет очередная раздача. Хотя нет, это же первая раздача личности на ЦМку, где она песик. И теперь здесь у нас идет очень-очень миленький сет, в котором лежит маленькая какая-то чиби-ЦМка. Это очень милительный сет, если честно. Прям классно выглядит. Так, давайте посмотрим, как он в игре сразу смотрится. Потому что не все можно смотреть в этом. Блин, какая милота, ю-моё. Ну, справедливости ради, не сильно отличается от дефолтной модельки. Просто на нее навесили какую-то броню. Но сам факт, что вместе с этой броней вы получите еще личность на ЦМку, если вы ее вдруг пропустили, это, конечно, кайф. Это прям реально балдеж. Ну и вот такую вот милую, милейшую ЦМочку. Это тоже прям такая пупупу-пупу. Так, разные стили есть. А, есть с ЦМкой и есть без ЦМки. Понял. И все. А никаких обилок кастомных у нас нет. Ну, только те, которые идут вместе с самой личностью. Тут понятно, я думаю. Ну, короче, просто первый такой вот скинчик на личной ЦМке. Так, ну и король, так сказать, этой трэжерки. Кинг Крингл. Крингл. Кринж. Ну, сам сет, честно говоря, не такой крутой, как мне кажется мог бы быть. На скелете он смотрится достаточно странно. Мне кажется, на самом ВК он смотрится вот гораздо уместнее. Вот обратите внимание. Вот, как будто бы так вот он должен выглядеть. Аркану как будто бы сюда добавили чисто для того, чтобы, ну, вы донатили на этот сетик. И, в конце концов, выбили себе аркану. Вот эту самую. Потому что сам сет, конечно, прикольный. Нормальный. Но ценность ему дает вот эта вот самая аркана, которая идет с ней в комплекте, очевидно. У которого еще два стиля, если вдруг вы забыли. Ну, короче, балдежный сет по дефолту. Он бы, на мой взгляд, и так бы хорошо смотрелся. Так, ну и вот, конечно же, у него есть и загрузочный экран здесь. Очень красивый, кстати говоря, тоже прям вал бы постарались. И тоже стихотворения какие-то, которые мы, конечно же, будем анализировать. Ну, посмотрим, давайте, о чем мы болтаем. Давайте заценим, как он выглядит сам по себе. Так, в игре он выглядит следующим образом. Ну, красивый, красивый. Я вот не могу понять. А, эффекты от аркана идут. Что-то, мне кажется, он не должен так часто делать. Ну, это что-то баганулось у меня, походу, потому что у меня аркана надета. Ну, меняется иконочка, получается. И все. Ну, короче, все, весь упор идет в аркан. Это просто сет, с которым в комплекте еще идет аркана. Так, ну и вот, в общем-то, вся сокровищница. Стоит это удовольствие 230 рублей. А, ну и чрезвычайно редко это вот этот бэби-рошин, как он там пряничный, пряничный, новогодний пряничный. И, я так понимаю, это мега-трэжерка, как это было на ивенте с Муэртой, как это было на других ивентах. И, собственно говоря, тоже, получается, предикт сбылся. Мега-трэжерка вышла с новыми сетиками. Это приятно, это приятно. И то, что раздают прошлые эксклюзивы, это тоже подтвердилось, друзья. Вот интересная надпись здесь имеется. При открытии сундука у вас есть небольшой шанс получить дополнительную, необычную версию предмета. Если это набор, то необычным будет один из его компонентов. Я тут полистал страничку этого обновления и выяснил, что необычный вариант действительно выглядит так, как я и описал. То есть он добавляет какой-то специальный уникальный эффект к этой вот шмотке. То есть вот как это было с курьерами unusual, так это будет сейчас вот этими предметами, которые могут вам выпасть. И здесь да, такое еще интересное описание, что вероятность этого события сравнила с шансом угодить под метеорит. Так что не торопитесь расчищать место в инвентаре. Суть в том, что это реально достаточно редкая, даже крайне редкая вещица. Но если она вам выпадет, вероятно она будет очень ценной. Здесь получается, вот я почитал вкратце, вот этот вот уголочек это что-то типа микро-микро батл пасса. Смотрите, вот нажимаете о наградах и смотрите. Здесь вот есть линия наград, в основном такие смайлики, загрузочные экраны и прочая чепуха. За каждый уровень вы получите сундук событий и одну из следующих наград. То есть каждый уровень, каждые тысячи очков вы будете получать по вот одному сундучку, если я все правильно понял. Потому что получается достаточно щедро. Первая победа дня приносит бонусные две тысячи очков. То есть два уровня, я правильно понимаю? Каждый день по два уровня можно будет получать по два сундука. Ну и в целом это все, конечно, выглядит очень выгодно, за исключением того, что сундуки бесплатные действительно будут вам выдаваться. Но я вам напомню, что ключ стоит 230 рублей, друзья. Так что вроде бы выгодно, а вроде бы не то, чтобы как-то прям сильно выгодно. То есть здесь как бы вариантов открыть бесплатные, я так понимаю, у нас нет. Не предусмотрено, как это было в ивенте с Муэрты, что там за Дота Плюс можно было открывать. И к слову о Дота Плюсе. Еще момент у нас здесь есть. Завезли новые сетики для Дота Плюса. Давайте посмотрим, кстати говоря, на них. Так, новые сетики для Дота Плюса. Теперь уже у нас здесь идут не в сокровищнице, а вот просто вот так вот они здесь лежат. И можно на них сразу же глянуть. Новый сетик на Свенчика за 150 тысяч. Вот так вот он выглядит. Достаточно прилично, я бы сказал. Не то, чтобы в нем прям что-то супер крутое. Какие-то он там новые анимации дает. Так, проверил, анимации здесь нету, друзья, поверьте мне на слово. Так, здесь у нас идет вот такой вот сетик на шейке Росика. И здесь вместо фиссуры идет какая-то, я не знаю, маленький Праймал Бистик, личинка Праймал Биста какого-то, что ли. Не знаю. Но выглядит классно. Выглядит прям бесспорно, очень красиво. И вот это мне интересно затестить, как он будет этой херовиной лупить кого-то. Свенчан Тотема, давайте глянем. Ну, не то, чтобы он как-то прям поинтересно особо бьет. Ну да, а, ну вроде портрет, да, немножко поменялся. Именно расположение самого героя относительно камеры и все. Так, и третий. О! Сюрприз от скелета Мороза. Приятно, приятно. Не знаю за что, прям сейчас вот дали прям у вас на записи, так сказать. Так, и сейчас мы его, кстати, тоже посмотрим, что там дают. И сетик на мою любимую дбшечку, конечно же. И это прям приятная новость. Но, честно говоря, сетик не самый крутой. Голова, конечно, прикольная. Прикольная. Булава прикольная за счет того, что она крутится. Но, как видите, у нее уже есть такая вот булава, которая тоже крутится. Но здесь голова прикольная, да. Вот голову я бы оттуда цепанул и собрал бы какой-нибудь комбинированный сет. Во! Холодрышина подарок. Так, смотрим, смотрим. Распаковать подарок. О, халявный ключ дают, друзья, представляете? Халявный ключ выдали. Ну, наверное, это всем, я так понимаю, всем это дают. Приятно, приятно. То есть одну сокровищецу халявника можно будет открыть уже. Прикольно, прикольно. Так что имейте в виду, друзья, заходите в дот, чтобы получить ключик сейчас. Так, ну и на этом мы с вами заканчиваем конкретно этот ролик. Потому что никакого ивента, к сожалению, да, никакого ивента Валва к нам не завезли. Весь ивент заключается в том, что вы просто играете обычные катки и фармите себе вот этот вот сундук. В этом весь ивент. То есть весь ивент это вот этот вот сундук. В общем, никакого нового игрового режима, к сожалению, нет. Так что само халадрыжиство можно, так сказать, ну, на троечку, наверное, где-то так. То есть вывозят только шмотки и арканы на ВК, то, что их халявно раздавит получается. Во всем остальном это даже и не ивент. Это так вот, как вот было с муэртой, по сути, то же самое. Даже ивентом-то это толком назвать нельзя. Но, справедливости ради, скажем, что здесь есть еще целый патч, который мы разберем в следующем ролике. Так что, друзья, не забывайте подписываться, не забывайте тыкать колокольчик. Потому что он выйдет сразу же после этого ролика. Так что, друзья, еще услышимся. Я не прощаюсь. А вы залетайте в мой паблик ВК по ссылочке в описании. Не забывайте залетать в мой магазинчик игр. И давайте. До скорого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!